Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Всем здравствуйте. Вы знаете, есть, по крайней мере у меня, есть много видеороликов новогодних, которые вот я прям могу посмотреть в новый год и настроение у меня поднимется. Я вспомню, так скажем, былые времена. Я вспомню тех людей, которые меня окружали в тот момент. И вы знаете, я не то чтобы хочу, чтобы мой видеоролик был вот тем самым вашим новогодним видеороликом, который поднимет вам настроение. Нет. Я просто человек, который зарабатывает деньги на GTA Sampi, но сегодня, я думаю, я готов. Конец 2020 года, там 30-е, 31-е числа декабря, я не знаю в ком вообще декабре, в каком числе выйдет весь этот видеоролик, но я хочу, вот прям знаете, один видеоролик у меня будет о программах, которыми я пользуюсь на своем компьютере, в своем браузере и так далее. Второй видеоролик у меня будет про вообще доход с 2020 года, сколько я заработал, сколько просмотров было, сколько там CTR у моих превью и так далее. Давайте начнем. Я не хочу долго все это делать. Мы на моем рабочем столе. И вы можете сразу спросить меня, где тут программа? То есть мы видим тут только какие-то папки и все, где же оно? Все дело в том, что я уже давно вместо обычных вот этих вот вещей, когда люди хранят какие-то там, я не знаю, игры, приложения, все прочее на рабочем столе, я уже давно либо использую нижнюю панель, вы ее сейчас не видите, тем не менее, неважно, либо пуск. Вот, то есть меню пуск у меня выглядит вот так вот. И давайте пойдем по порядку. То есть вот, у меня тут есть несколько разделов, типа важная, погода в Казани, все прочее. Давайте вот сейчас мы перейдем ко всему этому. Так, у меня тут есть папка игр. Разумеется, игры все лицензионные, я их все покупал. Какие-то за 2000, какие-то за 500, за 100, за так далее. Неважно. То есть я думаю, что в играх объяснять нечего. То есть все никак не могу. Допройти Dark Souls, под ним ниже идет Cuphead, Raft, вот с другом иногда играли, то есть сейчас он умер, вот с ним не играем. А Warface у меня есть, да, вот. То есть бывает могу, так знаете, зайти, пострелять что-то, ну там типа донатеры одни, мне не особо интересно. Assassin's Creed, я так и не понял в чем фишка, типа лучше бы Принца Персии продолжили выпускать. Rage Multiplayer, заходил, у меня лагает, нихуя не идет, неважно. Minecraft, T-Launcher, это замечательный лаунчер, как лично мне кажется, то есть все мои прихоти он выполняет. Это замечательно, абсолютно. Идем дальше. Лаунчер, думаю тут тоже объяснять ничего не надо. For Game, Игровой Центр, Uplay, я туда вообще, я не знаю, год или лет 20 не заходил. А Battle.net, тут типа тоже все понятно, не думаешь, нужно объяснять. Steam, Epic Games, бывают игры, беру Rockstar Games, Лаунчер, Origin и так далее. Дальше, мы идем к папке ПК. Вот персональный компьютер. Тут у меня драйвера для мышки. Тут это, посмотрите, знаете ли, температуру моего компьютера. Давайте даже сейчас посмотрим, сколько у меня там вообще все это происходит. То есть сначала оно все анализируется, потом оно все выдает. Скорее всего будет градусов, наверное, 70, потому что я сейчас записываю видеоролик. Вместе с этим там открыты некоторые вкладки. Все прочее, 52. Вот, то есть 52 градуса примерно, когда я записываю, когда все вот это неплохо. При том, что я его не чистил, наверное, уже где-то год. Нужно будет потом пройтись баллоном с сжатым воздухом. Термопасту также не менял, если кому-то интересно. Почему тут 7 гигабайт, вы можете спросить. Потому что 1 гигабайт выделяется на интегрированную видеокарту от процессора. Вот, то есть там все это происходит. То есть 2 канал, 300 МХЗ. Не знаю, что это значит, наверное, какие у меня колонки. Ну, тут, думаю, тоже все понятно. Идем дальше. CPU-Z это посмотреть информацию о процессоре. Ну, это тоже все понятно, ничего интересного. Handbrake. Handbrake меня выручал не раз. Это замечательное приложение. Если вы работаете с видео, вы прям должны его знать. Это замечательный конвертер видеороликов. То есть я сюда загружаю какой-то ролик, который там весит, я не знаю, гигабайт 100. Заснят на веб-камеру, там 1920 на 1080, 24 фпса. Я сюда его закидываю. И по итогу получается так, что могу его сжать. И поставить те настройки, которые нужны мне. При этом с файлом самим я не работаю. То есть я просто его загрузил, куда-то ушел. Он обработался. Handbrake от себя могу лично посоветовать. Наверное, даже порекомендовать в какой-то степени. Дальше у нас Adobe. Я, к сожалению, стал таким, знаете, обществом потребления в каком-то плане. Потому что у меня очень... Я прям, знаете, фанател до какого-то момента по продукции Adobe. Но потом я понял, что это конченые пидорасы и хуесосы, которые, блядь, наживаются на людях, которые привыкли к их экосистеме. Ты можешь записать дорожку в аудишене. Ты можешь потом сразу же не экспортируя ее перенести... Ну, вернее, не рендеря ее, перенести ее в премьер. Из премьеры видеоролик ты можешь эффекты накинуть в After Effects. Потом, я не знаю, Adobe Photoshop есть. Вот тут еще. То есть там никаких связей у него нет со всей этой темой. Не думаю, что нужно это все открывать. То есть программы всем знакомы. Нужно с этого как-то уходить. Потому что я подсел на вот эту вот иглу Adobe. И мне хочется пользоваться лицензионным, программным обеспечением. Но если бы она стоила хотя бы, я не знаю, тысяч 50 или тысяч стоит. Вменяемые деньги их можно накопить. Их можно, знаете ли, окупить со временем. Потом вы в следующем видеоролике, когда у меня выйдет ролик о том, сколько я зарабатываю. Вы сможете увидеть, за сколько я, примерно, за несколько лет я смогу накопить на все программы Adobe, если бы они стоили 100 тысяч рублей. К сожалению, у меня сейчас нету DaVinci. У меня был DaVinci Resolve. Там вышла новая версия. Нужно будет потом заново скачать, все сделать. DaVinci Resolve, вот я думаю, на нее переучиться. Потому что она, во-первых, бесплатная. Если ты там с каким-то ограниченным функционалом все ее берешь. Либо же она стоит, по-моему, 1040-1050 рублей за полный функционал. Это Fusion, то есть тот же самый After Effects и Premiere Pro. То есть только вот намного лучше, намного все это сделано круче. И самая лучшая программа для цветокоррекции вообще везде. Social. Идем дальше. Telegram, я думаю, объяснять вам не надо. Я туда заходить не буду. Я не знаю, кто там пишет, что там вообще происходит. Zoom. В Zoom удобно, знаете ли, заходить. Иногда там на какие-то пары, на какие-то уроки. Может быть у кого-то там, я не знаю, нету прочих вещей. Вот так вот все это выглядит. То есть ты там вводишь ключ всей этой, я не знаю, трансляции урока. Заходишь, все замечательно, все круто. Вы можете, кстати, спалить, какого числа я все это записываю. У меня уже такое немного новогоднее настроение есть. Тем не менее, ладно. Тут, в общем-то, с Zoom все так, знаете, более-менее понятно. И потом у нас идет Discord. Discord я пользуюсь на постоянке, когда нужно зайти, поиграть, что-то отснять, что-то там, прочие вот эти вот все вещи сделать. Я думаю, что Discord знает каждый из вас. Это замечательная программа, лучшая в своем роде. И идет Skype. Для тех, у кого нет Discord, таких людей мало. Но если они есть, то, разумеется, я могу быть с ними на связи. Идем дальше. Браузеры. Вот тут мы подбираемся к самому такому животрепещущему. Изначально долгое время, очень долгое время я сидел на игле Google Chrome. Сейчас я его запущу, скорее всего, все залагает. Тем не менее, ладно. Я жду, пока он запустится. И что-то он не особо хочет запускаться. Вот. Наверное, он запустился, да? Или нет? Не знаю. Может быть, нет. Может быть, да. Кто ж его знает, что он там, блядь. Вот смотри, как запускается вообще вот это вот, блядь, Google Chrome. Что это такое, блядь? Сколько мне же за... Что это за залупа? Почему оно так запускает? Что-то какие-то, блядь, тут черное, тут, блядь, белое. Black Lives Matter, блядь, все прочее. Для сравнения, смотрите, как все это работает в нормальном браузере. Я захожу в Firefox, и... Несмотря на то, что у меня уже открыт Google Chrome, и он уже загружен, вся вот эта вот основная тема, все, Firefox уже загрузился. То есть, я вот, когда я сказал, что я захожу в Firefox, то я уже в него нажал на кнопку, и за сколько он запустился, все прогрузил, при том, что нужно еще вот эти вот все закладки прогрузить, за сколько запустился вот Google Chrome. То есть, просто ужасно, неимоверное говно. Я не переходил с Google Chrome на Firefox, потому что там не было нужных мне приложений. Это, в частности, вид IQ, потому что... Потому что, когда ты ютубер, когда ты человек, который должен постоянно отслеживать тренды, теги, там, прописывать описание, все менять, смотреть, насколько все это сделано, то ты не можешь пересесть с одного браузера на другой. Но потом появились, видимо, какие-то лазейки, и стало возможным установить в Mozilla Firefox вот те расширения, которые мне нужны. И давайте перейдем вот к самому, наверное, вот тому, что я вообще люблю из всего, без чего я прям жизни своей не представляю, это Mozilla Firefox. Я давно знал о Mozilla, я всегда рассматривал ее как какой-то браузер для каких-то гиков, прям вообще затротов, которые прям неимоверно как разбираются во всей этой теме. На самом деле, блядь, браузер замечательный, просто лучший. Я прям подсел на все сервисы, это очень плохо, тем не менее. То есть Firefox Lockviz, там, это хранилище паролей. И потом там еще какие-то вещи, еще. То есть все, что у них есть, я завис, подвис и так далее. Но самое главное, в этом браузере, я уже рассказал о том, что можно установить расширение с Google Chrome, в этом браузере есть встроенный Pocket. Я не должен его устанавливать, то есть он тут уже есть. Что такое Pocket? Для тех, кто не знает, Pocket, я прям, я не знаю, как я жил без Pocket, а Pocket это прям вот, я не знаю, как некая библиотека твоя. Допустим, я что-то ввожу в интернете. Допустим, Pocket, я хочу узнать, что это такое. Но тут я понимаю, что, допустим, я не смогу прочитать всю информацию, ознакомиться со всем этим сейчас. То есть мне нужно, допустим, куда-то уходить. Я нажимаю вот сюда. И сразу же я могу добавить, допустим, какой-нибудь тег. Там все удобно сортировано по тегам, все очень классно сделано. Я добавляю тег. Ознакомиться позже. И потом я, допустим, могу еще одну страницу себе добавить. Вот, допустим, SocialBlade. Мой вот Zedan Semen, Zedese и так далее. Я на него захожу. Вот, я тут тоже не могу со всей информацией ознакомиться. Я нажимаю Pocket там и пишу, допустим, я не знаю, там ознакомиться позже. Он мне уже предлагает. Вот, то есть все это я делаю. Все. То есть, и теперь две эти страницы у меня сохранены в Pocket. Я смогу с ними ознакомиться потом. Это легендарное приложение, причем оно абсолютно бесплатное. Есть, по-моему, какая-то платная подписка, но она не дает чего-то такое прям очень крутого, что вы не можете получить. То есть, это, как знаете, посмотреть позже на YouTube, только во всем интернете. Вы можете сохранить любую страницу, все, что угодно. И все это в самом Firefox. Не нужно ничего устанавливать дополнительного, как это, допустим, есть в Google Chrome. Не нужно ничего делать прочего. То есть, у меня есть вот эти вот все вкладки, которые у меня есть, допустим, вот на компьютере, которые я сохранил в Pocket, они все у меня есть в телефоне. И я могу в любой момент зайти с телефона, а там, я не знаю, с компьютера, куда угодно. Я могу зайти, все вот это вот сделать, со всей этой информацией ознакомиться. Pocket, это прям вот стало решающим в выборе браузера. То есть, Pocket, это прям замечательно. Ну и плюс, Mozilla Firefox не лагает, в отличие от Google Chrome. Google Chrome лагает как бешеный, просто вы сами видели, как он запускается, как он делает. То есть, в Firefox прям такая, знаете, работа над мелочами. Я открываю видео, и оно открывается на фулл-экран с затемнением каким-то. Сейчас я вам даже покажу, наверное. Я захожу на YouTube. Вот, допустим, я хочу посмотреть вписку с реальными пацанами. Я захожу сюда, я все это выключаю, вот, допустим, и хочу развернуть все это на фулл-экран. Я нажимаю F, и смотрите, как оно, то есть, с затемнением. То есть, как оно открывается в Google Chrome. Давайте скопируем ту же самую ссылку, и откроем ее в Google Chrome, только теперь на весь экран. Давайте посмотрим, как это будет работать. Давайте просто зайдем туда, посмотрим, что там вообще такое будет. Так, поддержка Flash Player будет. Ну ладно, хорошо, смотрите, как долго загружать. Ну, наверное, потому что только про озер открыл. Тем не менее, ладно, смотрите, я захожу. Просто какая-то, блядь, залупа на полэкрана вылазит, блядь, у меня. Вот, что это за пиздец, что оно, блядь, пролагивает? Почему? Я не хочу, чтобы оно пролагивало, а оно пролагивает, это пиздец. Поэтому Google Chrome прям тут вообще полный пиздец, мне такое не надо. Это прям вообще говно. Я думаю, что с браузером вы меня поняли. Firefox не лагает, устанавливайте. И есть синхронизация с телефоном. То есть, допустим, я какие-то вкладки открою вот тут вот сейчас на компьютере. Вот, допустим, мой старый канал, Задан Семен, тут Social Blade, вся фигня. И эту же самую вкладку я могу открыть на телефоне. Причем без разницы, что у меня, Wi-Fi или обычный интернет, там, телефоновский и так далее. То есть, тут, допустим, у меня интернет по проводу, а там у меня интернет, вот, мобильный телефон и так далее. Я могу открыть ту же самую вкладку. Это пиздец удобно, это пиздец круто. Я не знаю, есть ли такое в Google Chrome, но я могу нажать вот так вот и отправить на устройство. И вот мое устройство. Я на него отправляю, все, оно мне приходит. Вот, это прям вот, и это, это бомбически просто. Я не знаю, я когда перешел, я понял, что это, блядь, меня до этого обманывали просто-напросто, все. Теперь у нас идет вкладка прочее. Вкладка прочее, это у нас прям вот все то, что я не знаю, куда сортировать, по каким признакам, по каким критериям и так далее. Вот, это все прочее. Тут вы можете видеть Яндекс.Диск. Это неплохой такой, знаете, облачный сервис. Я был бы не против, ой, вернее, облачное хранилище. Я был бы не против, если бы они, знаете, подарили мне какой-нибудь терабайт, потому что вот 30 гигабайт, которые я там наполучал бесплатно, с какой-то вот этой вот со всей хуйни, оно мне вообще, ну, то есть, не идет. Дальше Spotify. Spotify я вообще не использую, не купил там подписку в пизду, я не хочу, если захочу послушать музыку, зайду в YouTube Music. То есть там ты покупаешь YouTube Premium, у тебя автоматически YouTube Music, это прям вот охуительно, круто, классно, так далее. Spotify иногда можно зайти ради каких-то подборок, но они такие себе, будем честны. Пикассо. Что такое Пикассо? Пикассо это просмотр фотографий. Смотрите, то есть, это прям вот, я не знаю, если вы пользуетесь стандартным просмотром фотографий Windows, то вы просто, блядь, себя сами обманываете. Потому что Пикассо, она открывает фотки моментально, просто отлично. Вот, допустим, у меня есть папка Я, в которой находятся все мои ПНГшки, все прочие вещи, вот, я там не знаю, Я пальцы у лба, допустим, вот. И тут, видите, в чем дело, вот эти вот, сеточка вот эта указывает на то, что это ПНГ. Я сразу могу понять, открывается все моментально, круто, весело, задорно, классно. Там я фейспалм, я то, вот, допустим, открою тут, тут такого не будет. То есть прям вот замечательно, я не знаю, это, 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 блядь, это охуительно. Это прям классно, я прям вот, Пикассо прям лучше устанавливайте, не пожалеете. Вы можете увидеть, что у меня пишется ролик, это проигрыватель видео, многие используют VLC, мне он кажется неудобным, я использую Media Player Classic, он прям замечательный, он крутой. И если хотите, там, я не знаю, вот, что-то себе установить, если хотите что-то себе установить, если стандартный плеер у вас лагает, то, разумеется, заходите, скачивайте, он бесплатный абсолютно, open source, по-моему, или что-то вроде того. Вот, допустим, давайте зайдем, посмотрим какой-нибудь интро, там, вот, с первого канала, там, вот, я... Ну, в общем-то, все понятно, мое интро, вот, для канала, то есть тут прям все запускается молниеносно, моментально, F11 я нажимаю, у меня все открывается на полный экран. Охуительно, круто, классно, вегетебли, делал все вот эти вот вещи, интро и так далее. Спасибо ему за это большое. Идем дальше. Зона. Зона, это, несмотря на свое название, это прям, знаете, Яндекс.Маркет от мира торрент-трекеров. То есть, прям, вот, я хочу, допустим, я не знаю, найти какой-то сериал, который нельзя нигде купить, который, там, все, разумеется, я все сериалы, все фильмы, все игры, я их покупаю всегда. Но, допустим, есть какой-то сериал, который я никак не могу найти, то есть, его нигде нету, или фильм, который уже нигде не продается, не покупается, то есть, все, создатель умер, права никому не достались, блядь, все. И поэтому я не могу нигде ничего найти. Зона, это прям вот Яндекс.Маркет. Я покажу, как все это работает, например, вот чего-то такого, я знаю, безобидного, потому что я особо сильно ничего не качаю и всегда пользуюсь лицензионным софтом. Запускается зона очень долго и, по слухам, как-то очень сильно подозрительно нагружает компьютер. И не особо все это хорошо. Вот, она запустилась замечательно, то есть, все вообще отлично. Тут есть фильмы, которые, типа, пиратские, их нельзя вообще... То есть, я бы все покупал, то есть, тут я, если что не скачу, это баг какой-то. Вот, то есть, много всего тут есть. Есть игры, есть сериалы, фильмы. То есть, и при этом, то есть, тебе не просто дают какой-то один торрент-файл, который ты можешь скачать. Нет, тебе дают абсолютно все. Давайте я вам покажу, например, доводы. Я не буду его скачивать ни в коем случае. Я буду его только покупать. Я ходил на него в кино, отдал деньги и так далее. Тут у тебя есть абсолютно все файлы из интернета, которые вроде как даже проверены на вирус. То есть, прям все. Отсортировать можно по качеству, по видео, по языку. То есть, реально, Яндекс.Маркет от мира вот торрент-трекеров, всего прочего. То есть, даже эту зону можно использовать как встроенный торрент-трекер. Типа, через нее как-то все это закачивать, все это делать. Я думаю, вы понимаете. И тут еще, если ты в бесплатной версии, то, разумеется, разработчикам тоже нужно зарабатывать. И у них вот тут казино Пукан есть. Многие другие... Я, наверное, это все замажу. Но тут вот и реклама казино идет. Я осуждаю максимально. То есть, просто омерзительно. Но сама по себе зона крутая, потому что дает вот такие вот возможности всем людям. Это круто, это замечательно, это классно. Так, все, ладно. Идем дальше. Malwarebytes. Я думаю, что вот это приложение, оно должно стоять у каждого вообще пользователя компьютеров. Без разницы, кто ты, что ты и так далее. У него, по-моему, нету активных экранов, как у антивируса. То есть, это просто, знаете, он у вас стоит, чтобы не пришлось как-то его окольными путями устанавливать. Когда там, я не знаю, установочные файлы все блокируются, ничего не скачивается и так далее. Но вот если Malwarebytes какой-то вирус не удалил, то есть, если вирус не настолько жесткий, программу у вас еще не удаляет, но вирусы есть, какие-то там рекламные баннеры, вся прочая хуйня, то Malwarebytes, скорее всего, с ними справится. Он, что-то там есть бесплатный период, потом без бесплатного периода тоже какая-то залупа есть. Но в целом, он у меня стоит на всякий случай, если я какую-то хуйню себе из прошлого приложения скачаю, чтобы, типа, оно всегда было. Потом Bandicam. Ужаснейшее приложение для записи видео, просто омерзительное. Блядь, то у тебя звук не пишется, то, сука, я не знаю, там, изображение темно-серо-бурмалино-фиолетовое, блядь. У меня был отдельный видеоролик по Bandicam. Ну, посмотрите, если кто не видел, в самом начале моего канала. GameGuard, античит, это для того, чтобы играть в CS 1.6 на миксах, типа, знаете, как в CS GO есть MM, только, типа, матчмейкинг, только вот в CS 1.6 это вот такой античит есть. Qubit Torrent, это замечательная замена обычному U-Torrent, потому что обычный U-Torrent, он платная хуйня, говно и залупа, а это все абсолютно бесплатное, по-моему, опенсорсное, типа, я не знаю, что вам даст это слово, тем не менее, типа, ну, это круто прям. NVIDIA GeForce Now, я не помню, почему я скачал, по-моему, было какое-то, я не знаю, акция или вроде того, потестировал при моем интернете в 100 мегабит в секунду, полная хуйня, говно, блядь, все мыльное, все, блядь, будто бы ты, я не знаю, на PS3 играешь, блядь, в Cyberpunk. С этой папкой мы закончили, переходим к самому, такому, знаете, неважному. Microsoft. Microsoft To Do, это неплохой планировщик задач для начинающих, когда у вас примерно есть какой-то список дел, и вы примерно знаете, что вам нужно сделать. Я им пользовался в какой-то момент, функционала мне стало не хватать, мне нужна была система Pomodoro или помидоры, или как все это называется, там такого нету. То есть, он такой простенький, бесплатный, есть на телефон, есть на компьютер, по-моему, он даже предустановлен в Windows, поэтому вот. Your Phone, это приложение, которое позволяет вам получать SMS, которые вам приходят на телефон, на компьютере. Замечательно, круто, неплохо. Microsoft Publisher, я не ебучий, это такое. Excel, это таблица, Outlook, это почтовый клиент 2010 года, никто им не пользуется, я тоже. Microsoft PowerPoint 2010 года, презентацию создать, неплохо. Microsoft Word 2010 года, типа, тоже самый удобный, как лично мне кажется, самый такой нормальный по функционалу. Эту хуйню мы закрываем, теперь у нас идут, прям вот, чистилища мои. Twitter, это все понятно, это говно, объяснять нет смысла. Google Keep. По сути, оно все должно открыться в приложении, и в самом деле, вот тут есть кнопка, то, что перейти в приложение, которое вот я сам создал, есть такая функция, можно создать ярлык, сделать все прочие вещи. Но чаще всего Google Keep я пользуюсь на телефоне. Что такое Google Keep? Google Keep это максимально такие, знаете, простые, одновременно многофункциональные заметки. Допустим, я себе пишу, там, я не знаю, дань, вот я сижу, мне там пришла какая-то идея, допустим, новый сценарий, да, сценарий сам обзора. И, чтобы мне не забыть, мне нужно быстро там что-нибудь записать, сказать, мол, там, я не знаю, делай круто и так далее. Все. То есть, я могу эту заметку пометить цветом до ее создания, потом я могу создать напоминание, то, что мне, допустим, нужно сделать круто ее завтра в 8.00, но при этом я могу выбрать любую кастомную дату, хоть, блядь, там, до минуты все задать. Завтра в 8.00 мне об этом напомнят на мой вот этот вот аккаунт ZDC. Тут обычно заметка меня пользуется на аккаунте по умолчанию, это задан Семен Daniel13126, вот в данном случае. И все дело в том, что это прям максимально удобные заметки, которые просто работают при этом без интернета. И есть синхронизации везде, то есть они у вас не пропадут никуда. Проблема телефонных заметок, вот встроенных, в том, что если вы сносите там телефон, прошли, ой, там, блядь, сброс к заводским настройкам, все прочую хуйню, то вы теряете все свои заметки. Тут же они у вас хранятся в аккаунте Google, а надежнее аккаунта Google, ну, наверное, только Пентагон. Вот, допустим, я заметку выполнил, но я не хочу ее удалять, я хочу помнить, что когда-то я это сделал, когда-то мне все это пригодилось, и посмотреть на то вообще, какие заметки я делал до этого. Я ее архивирую, все, теперь она у меня в архиве. Вот, я захожу сюда, и тут была заметка некая, тут была очень странная склейка, неважно, а заметка была немного другая. Вот, тут у меня есть вот эта вот заметка, я могу ее из архива вынуть опять, могу опять в архив засунуть, могу опять, я не знаю, вынуть из архива. То есть, замечательно, абсолютно, прям очень круто, очень классно. Я прям вот советую Google Keep всем, кто вот ведет заметки на телефоне, это очень опасно, если вдруг что-то случится с телефоном, вы потеряете все. А у меня заметки очень важные и крутые. Эту заметку я сейчас удалю. Вот. Потом у нас идет продуктивность. За продуктивность у меня отвечают некоторые приложения. Это встроенный календарь Windows, в него можно встраивать, допустим, какие-то задачи, чтобы тебе прислали напоминания. Но самое главное приложение по продуктивности у меня это TickTick. TickTick это не TikTok, это неплохой такой планировщик задач. Сейчас расскажу почему. Я захожу в TickTick, и у меня есть сразу несколько папок. Это YouTube, в YouTube есть несколько подпапок. Ролики, там идеи, реклама, обучение, там все прочее, личная жизнь какая-то, может быть книги, которые мне нужно сделать и так далее. У меня есть входящие задачи, которые я должен сделать, которые я не отсортировал, но отсортирую потом. И в TickTick просто продумано все. То есть вот, допустим, мне нужно сделать обзор. Обзор я сделал, все, замечательно. Было голосовое оповещение, думаю, вы его слышали. Курсач, на данный момент я тоже уже сделал. Все. То есть, это офигительно. Также можно столько всего сделать. Можно задать, насколько это серьезно. Можно, блять, прям вообще... То есть, TickTick это охуительно. Если бы он не был платный, или модель платная, хотя бы была другая, я бы купил. Но подписочная модель, пошли вы нахуй, я буду пользоваться бесплатно. Все. Это прям вот замечательно. Это все, что вам нужно знать. TickTick я пользуюсь иногда. Сейчас я немного подзабил, потому что все это новогодняя суета, все прочее. Планы писать некогда. Что успеваю, то успеваю. Ну уж, извините, такой я человек. Notion. Что такое Notion? Notion это некий аналог Google документов. Сейчас покажу, что я имею в виду. Notion это Google документы, в которых собрано абсолютно все. Допустим, вот, у меня созданы некоторые ветви. С недавнего времени, раньше их можно было делать только в том случае, если вы покупали платную. Сейчас они просто бесконечны. Ты можешь бесконечно их перелинковывать, заходить туда, делать все вот это вот прочее. То есть, прям вот это замечательно. Я, допустим, вот на главной странице проекта что-нибудь пишу. Допустим, я хочу поделиться вот своей вот этой вот страницей с кем-нибудь, чтобы он внес какие-то свои правки, сделал все прочее. Я пишу, там, допустим, привет, привет, не трогай обзор на Владислава Павлова. Вот. И, допустим, хочу поделиться с кем-нибудь. Я сейчас не буду нажимать, потому что там всплывет ссылка, вся прочая хуйня. Человек сможет зайти, посмотреть, я ему могу дать права какие-то определенные. Также, допустим, я что-нибудь написал, я могу все это потом экспортировать. То есть, в PDF, HTML, Markdown, то есть, все что угодно. Эту страницу, то есть, это прям, это не сказать, что это полная замена Google документов, но то, что это охуительно, это пиздато, тут прям вот безусловно. Единственное, что ты не можешь линковать какие-то, делать гиперссылки на какие-то файлы на своем компьютере. То есть, только те файлы, которые будут в интернете, обзор на Владислава Павлова, как вы можете понять, писался вот именно тут. Тут, как вы можете видеть, несколько вот всех вещей, концепт, основа, зарисовки, заметки к обзору, перебивки. То есть, сюда я все пишу, сюда, отсюда я все беру. То есть, максимально удобно, все это находится в облачном хранилище. Я имею, там, знаете, если я установил мобильное приложение, вошел в свой аккаунт, я могу с телефона все это редактировать. Но заточено это все, разумеется, под компьютер. Зайдем в основу, я вам немного покажу. Вот, то есть, тут я прям все пишу. Можно поставить свой кастомный фон, можно поставить какое-то обозначение. Отсюда можно все перелинковать туда-сюда. Что-то вот Павлов про хейтеров, все, ссылка сюда, сразу же написал тайм-код. Замечательно, круто, прям Notion это вот. И вот это действительно то, без чего я уже просто своей жизни не вижу. Я постоянно, если какие-то большие проекты, то это, разумеется, Notion. Если заметочку записать, это Google Keep. А если, там, какую-то, я не знаю, сохранить статью для нового видеоролика, это Pocket. Все, то есть, я думаю, что вы со списком моих программ, которыми я пользуюсь, ознакомились. Спасибо большое, если вам интересно что-то еще, то пишите в комментарии, расскажу. Более подробно про каждую, хотя куда еще более подробнее, непонятно. Однако, ладно, всем спасибо за просмотр, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok